Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Республика» об основных событиях дня и минувших выходных. Вам расскажут наши корреспонденты и я, Родион Архипов. «You are the world! Ты – это мир!» – так звучит официальный девиз универсиады 2013. Она открылась 6 июля в честь мирового события «Казань преобразилась». Специально к играм были построены 30 спортивных объектов. Всего же действуют 64 площадки. Соревнования начались еще до официального открытия 5 июля. Пока Россия на первом месте в общекомандном зачете. 10 золотых, 3 серебряных и 9 бронзовых медалей. С места события наш корреспондент Анастасия Алексеева. Открытие универсиады состоялось только вчера. Сегодня соревнование в самом разгаре. На центральном стадионе забег на 10 тысяч метров. Россию представляют и чувашские спортсменки Наталья Пучкова и Алина Прокопьева. С первых метров российские легкоатлетки Наталья Пучкова и Наталья Леонтьева вырвались вперед. Пучкова шла впереди полдистанции, но после начала сдавать. Тут обогнать всех удалось японке Аюко Сузуки. Буквально за ее спиной закрепилась наша Алина Прокопьева. Алина и не сдалась. Завоевала серебро, уступив Сузуки 6,76 секунды. Бронза тоже досталась японке Маэй Цудэ. Наталья Пучкова пришла пятой. Тяжело чувствовалась я по дистанции. Почему-то вроде тем был слабый, а мне уже тяжеловато было немножко. Может уже рассказалось так. Всем спортсменкам в этот день пришлось нелегко. Алина Прокопьева призналась, что всю дистанцию умолилась Богу. Да и Родина помогла. Помогает, что в России это вообще проводится. Родина всегда помогает, я думаю. Спокойнее, в себе увереннее, можно сказать. Люди приезжают болеть, с Шубаши приехали, многие болеют, я думаю. Россия! Россия! Это, наверное, потолкнет для будущего, спортивного, будущего ее. Почему? Потому что они еще молодые девочки. Для них эти победы вдохновляют. И я думаю, это будет именно для того, чтобы подготовиться на Олимпийские игры через три года. Для нее будет это большим таким вдушевлением. Я надеюсь, что мы и наши спортсмены, и те, которые со мной тренируются, еще не одну медаль завоюют на этой универсиаде. А ей я хочу пожелать только здоровья и будущего спорта. Спасибо вам, Михаил Павлович. Я очень рада, что меня взяли и тренируйте. Спасибо. Впереди еще девять соревновательных дней. И Россия, в том числе и Чувашия, еще поборется за медали. Анастасия Алексеева, Николай Яковлев, Республика. К новостям Республики. Вопросы безопасности летнего отдыха детей стали главными на еженедельном совещании у главы Чувашии. В Республике сейчас работают 24 загородных лагеря, здравительного и санаторного профиля. В первую смену отдохнули более 5000 детей, 80 за пределами Республики. При организации отдыха в этом году возникли сложности. По подбору кадрового состава некоторые лагеря остались без разрешения надзорных органов. Татьяна Молокова продолжит. В основном вожатыми в лагерях работают студенты. На первую смену подобрать сотрудников всегда было сложно. Студенты сдают сессию. Кроме того, в этом году многие стали волонтерами Казанской универсиады. После нашумевшего скандала в лагере «Золотой колос» Министерство образования решило проводить тестирование будущих сотрудников. Мы признаем системы сбой подготовки кадров. Нет обязательных подготовки или обязательных требований, чтобы наши педагогические работники загородных лагерей проходили обучение. Поэтому сейчас мы приняли решение первое по бюджету 2014 года заложить обучение и обязательно прохождение курсов механизм, чтобы аттестации предварительно проходили наши педагоги. Кроме того, в первый же месяц отдыха выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований в некоторых лагерях. Один даже вынуждены были закрыть. Не открылся лагерь «Родничок». Все путевки были переспределены между другими лагерями. И в данном случае дети не пострадали, они размещены в других лагерях. В лагере ведутся работы по устранению тех нарушений. Зарегистрировано в лагерях 6 вспышек острых кишечных инфекций. Из них 5 вызваны норовирусной инфекцией. В лагере «Родничок» у одного повара был выявлен ротовирус. То есть является носителем тоже острых кишечных инфекций и ротовирусной этиологии. В настоящее время в пятницу уже в лагере «Белые камни» зарегистрированы два случая острых кишечных инфекций. Еще одна проблема – безопасность в детских оздоровительных лагерях. В начале сезона министр внутренних дел говорил об отсутствии камер видеонаблюдения и охранников. Но вдруг на первый план выходят другие проблемы. Говорили, что перед сезоном на весь персонал будут направлены списки для проверки их на судимость. Вот по представленным спискам 11 ранее судимых предполагалось привлечь к работе с детьми. В том числе, кстати, и в детском лагере «Колос». Поэтому эти списки, ну каждую смену у нас и персонал иногда обменяется, но списки эти не приходят. Либо приходят с большим опозданием. Глава Чувашии призвал Министерство образования выработать стандарты, по которым будут набирать сотрудников в лагеря и обеспечить их достойной зарплатой. Когда нет мотивации, соответственно, качество всегда хуже. О финансовой поддержке начинающих предпринимателей и субъектов малого и среднего бизнеса рассказал исполняющий обязанности министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Финансовую помощь в 290 миллионов рублей смогут получить 1300 предпринимателей. Кроме денег предусмотрены консультации для развития бизнеса. В этом году появилось и новое направление поддержки – субсидирование организаций, открывающих группы дневного пребывания детей. Руководитель госслужбы Чувашии по тарифам и конкурентной политике рассказала об уровне платы за коммунальные услуги. Тарифы на тепловую энергию, холодное водоснабжение и водоотведение на 2013 год установлены ниже предельных индексов роста, предусмотренных для Чувашии. Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика. Рыцари детства устроили праздник в маленькой стране. Средства из копилки благотворительного марафона именем детства во имя детства продолжают поступать адресатам. В этом году собрана рекордная сумма – более 8 миллионов 200 тысяч рублей. Деньги планируют направить в больницы, школы, детские дома и сады. В Чебоксарах сразу несколько дошкольных учреждений получат десятки тысяч на обновление оборудования. Дмитрий Ковалев продолжит тему. Многое делается. Мы понимаем, что нам, органам власти, еще нужно много сделать для того, чтобы наши дети были, во-первых, здоровы, были счастливы, чтобы хорошо учились. Для воспитанников этого детского сада власти делают тоже многое. Дошкольное учреждение было построено 40 лет назад. Меценаты пришли сюда вовремя. Здание дождалось капитального ремонта ребят из современного оборудования для игр. В кабинетах стало светлее, на уроках пения музыка зазвучала громче благодаря новым колонкам. За два последних года нам выделили 700 тысяч рублей, на которые мы смогли отремонтировать цоколь, отремонтировать кровлю крыши, заменить частично в двух группах пластиковые окна. Сейчас в детском саду планируют оборудовать новую спортивную площадку. Эта мечта тоже сбудется. Почетные гости вручили ребятам сертификат. Нынешним летом из копилки благотворительного марафона дошкольным учреждениям столицы выделят более 500 тысяч. Эти деньги получат садики, которые давно не видели капитального ремонта. 42 детских сада, которым более 40 лет. И вот этому детскому саду уже 43-44 года будет. Действительно это много. Последние годы мы начали уделять внимание тем детским садам не только новые детские сады строить, но на ремонт, на детские площадки, на обустройство детских садов начали выделять деньги. В этот садик гости приехали не случайно. На протяжении многих лет воспитатели и сами принимают участие в марафоне. Работают здесь поистине талантливые педагоги. В одной из групп обучаются ребята с дефектами речи. Праздника заслужили все. И родители, и дети. Очень приятно, конечно, то, что наш садик не забывают. Хотя старик отчасти долго существует. Приятно, то, что посетили наш садик. Развитию дошкольного образования в последнее время уделяется большое внимание. Уже в этом году на строительство и ремонт детских садов Чувашия получит более 600 миллионов рублей. Эту новость на праздник привезла Алена Аршинова. В ближайшее время планируют оказать поддержку и старым детским лагерям. Сейчас прорабатывается как раз программа, которая и будет нацелена на то, чтобы сделать доступными детские лагеря. Поскольку сегодня действует институт квотирования, я считаю, что должно быть более доступным. Как мы занимаемся сейчас детскими садами, что они должны быть доступны. То же самое и здесь. Средства из копилки детского марафона в ближайшее время получат и другие адресаты. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика. В России уже середина лета. Ну а в Государственной Думе только закончилась весна. Вернее, так называемая Думская весна. Накануне депутаты ушли в академический отпуск. О самых важных моментах работы парламентариев в этом сезоне и о том, как они отразятся на жизни республики, рассказала Алена Аршинова на встрече с представителями средств массовой информации. Прошедший политический сезон становится этапом фундаментальных перемен, одинаково важных и для всего общества, и для государства, и для парламента. Так отозвался о весенней сессии Госдумы ее спикер Сергей Нарышкин. Действительно, в нынешнем политическом сезоне депутаты приняли целый ряд громких законопроектов. К примеру, неторопливым россиянам продлили сроки возможности приватизации жилья. А из осенней сессии в весеннюю перекочевала борьба парламентарьев с пьянством за рулем. Пожалуй, больше всего шуму наделала так называемая нулевая промилля. Отход от нулевого промилля стал очень болезненным. И сейчас, вы знаете, что допустимая норма – это 0,16 мг. Поэтому очень дискуссионная тема, потому что в свое время и я была сторонником нулевого промилля. Но, с другой стороны, мы и защищаем тех, кто в силу природных физических свойств имеет некоторое содержание спирта в крови. Кроме того, некоторые лекарства дают некоторый миллиграмм в крови. Позаботились парламентарии о здоровье нации. Так весенняя сессия нанесла серьезный удар по курильщикам. Депутаты ввели ряд запретов как на само курение, так и на его пропаганду. Кстати, по словам Аршиновой, наш регион в этом вопросе заслужил отдельной похвалы. Я знаю, что Чувашская республика – одна из передовых регионов по борьбе как раз с проявлениями активности табачного бизнеса. И я очень рада этому. Есть статистика, есть доказанные научные исследования, которые подтверждают, что буквально в ближайшие 3-5 лет мы заметим падающую статистику появления таких заболеваний у наших детей. И в ближайшее время, я думаю, что как минимум на 15-20% эта статистика упадет, пойдет вниз. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Однако душевное здоровье и равновесие россиян парламентарии решили поддержать дополнительными мерами. Так, к примеру, оскорбление религиозных чувств верующих теперь может обойтись в 300 тысяч рублей или три года тюрьмы. За те же действия в местах обрядов нарушители могут отдать до 500 тысяч. Я также являюсь автором закона о внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса и другие законодательные акты России в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств наших граждан. Поэтому очень много обсуждений было. Даже был какой-то момент, когда было ощущение, что, может быть, и не будет у нас поддержки в принятии этого закона. Но, тем не менее, мы его доработали. Отдельное направление работы – детские вопросы. Это и защита от пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений и вопроса усыновления. Так, одиноким гражданам стран, где однополые браки легализованы, русских детей решили не отдавать. А вот вопрос, куда отдавать детей, пока мама и папа на работе, для многих россиян остается пока открытым. Больше всего вопросов от представителей СМИ так или иначе касались детских садов. Впрочем, вопросы были по адресу. В мае 2013 года Алена Аршинова стала руководителем проекта «Детские сады детям». Сейчас мы на детский сад платим 1200 рублей. Полная стоимость в течение ребенка – 4500. И якобы сейчас тут информация, что вот эта дотация, которая доплачивалась, не знаю, с какого бюджета, она будет сниматься, и родители полную стоимость детского сада возьмут уже на свои плечи. Хотел знать официальную позицию, официальную все-таки информацию. Я объясню и причину, почему есть такие слухи. Значит, история такая, что изначально закон, который действует до 1 сентября об образовании 83-й, он включает в себя такое положение, что родители платят 20% от установленной суммы. Значит, на данный момент новый закон этого положения не содержит. И я так и думала, что будут некоторые переживания, и я внесла поправку в закон, который будет действовать. Но, к сожалению, мне не хватило голосов для того, чтобы это положение оставить. И я получила заверение, что это излишняя норма, и правительство не посчитало нужным ее включить, поскольку эта плата, которую вот сейчас вы платите в детском саду, она будет только индексироваться в связи с инфляцией, но ни в коем случае повышаться она не будет. Мы с этой платежкой пойдем с вами к министру образования Чувашской республики. Кстати, без особого внимания остался скандальный законопроект реформирования Российской Академии Наук. Вероятно, потому что его окончательное слушание депутаты перенесли на осень. Что ж, судя по всему, в следующей сессии парламентариев ждет много интересного. Ну а представителей СМИ явно будет повод встретиться с Аленой Аршиновой еще раз. Как получить хороший урожай, несмотря на неблагоприятные погодные условия? Сегодня важную тему обсуждали на видеоконференции с участием глав администрации районов и городов Чуваши. Министр сельского хозяйства Чувашия Сергей Павлов рассказал, что на сегодня посеяно почти 550 тысяч гектаров, что больше, чем в 2012 году. Рост посевных площадей обеспечили в 15 муниципальных районах. По сравнению с прошлым годом, значительно увеличены посевные площади под зерновые, зернобобовые и потехнические культуры, такие как рапс, горчица, подсолнечник и зерно. Сейчас идет работа по заготовке кормов. Обеспечили рост посевных площадей сельхозорганизаций и крестьянсферных хозяйств. Это в 15 муниципальных районах. Среди допустивших снижения посевных площадей это Аликовский, Вурнарский, Канарский, Красночитайский, Шамушинский, Шумерлинский районы. Худший показатель в этом году все-таки это большое снижение допустили. Это в Шумерлинском районе засеяно около 71% кормом 2012 года и менее половины, если сравнить с 2011 годом. Засушливое лето наибольший урон нанесло Батревскому району, где пострадали сельскохозяйственные культуры на площади 7 тысяч гектаров. Также от недостатки влаги в почве пострадали Комсомольский, Шумуршинский и Яльчикские районы. Чтобы снизить последствия от засухи, в 10 районах ведется орошение полей. Затронули на видеоконференции и вопросы безопасности на воде. В республике официально открыты и допущены к эксплуатации только 15 пляжей и специально оборудованных мест для купания. В июне в необорудованных водоемах утонули 7 человек, в июле уже 5. Основной причиной гибели людей на воде по-прежнему остается купание в состоянии алкогольного опьянения. Михаил Игнатьев еще раз просил глав районов и городов республики более активно работать в этом направлении, чтобы жители республики не купались в необорудованных местах. Дарина Игнатьева, Николай Яковлев, Республика. 8 июля Русская Православная Церковь отмечает День памяти преподобных Петра и Февронии Мурмских, которые являются покровителями семьи и брака. Каждый год в этот день россияне отмечают праздник – День семьи, любви и верности. Он стал доброй традицией и поводом, когда лишний раз можно выразить чувства своим родным и близким. Князь Петр – девушка из бедной семьи Феврония, будучи из разных сословий, вопреки слухам и недобрым языкам, воссоединили свои сердца. Преодолев все трудности и испытания, они прожили всю жизнь душа в душу и умерли в один день. Это, будем так, пример того, как надо хранить себя, как надо беречь себя, невзирая ни на какие внешние препоны, невзирая ни на какие людские организационные моменты. То есть снисходить друг к другу, терпеть друг друга, любить. В этом, собственно, наверное, и заключается ценность семьи, чтобы любить друг друга и относиться друг к другу с пониманием, с уважением. И любить, как в первый день. Вот уже шестой год. В этот день в ЗАГСах гораздо больше желающих, чем в обычные пятницы и субботы. Праздник пользуется популярностью, ведь само название несет в себе теплую, положительную энергию семьи. Надеемся, что обязательно эта дата, и Петр, и Феврония помогут нашим семьям быть счастливыми, крепкими, чтобы сохранить любовь и верность на долгие-долгие годы. Любовь и семья. Прежде всего, это такой очажочек домашний, где можно найти все. Где ты можешь найти уют, где ты можешь найти спокойствие, где ты можешь найти любовь своих детей и свое будущее. Очень здорово, что в календаре стало на один семейный праздник больше. Ведь так приятно греться у семейного очага, где вокруг собрались родные и любимые люди. А Петр и Феврония Муромские надежно оберегают узы брака. С праздником Петра и Феврония семейные пары поздравили глава Чувашия Михаил Игнатьев вместе с супругой и вручили ордена и награды за любовь и верность. Кстати, впервые государственная награда Чувашия была вручена в Доме правительства в 2005 году. За 8 лет чествование супружеских пар стало доброй традицией и служит примером сохранения семейных ценностей. На торжественной церемонии собрались пары, счастливо прожившие вместе в согласии, гармонии и любви много лет. В их числе труженики тыла, педагоги, работники сельского хозяйства и промышленности, общественно активные и ответственные люди. Глава республики, поздравляя семейные пары, отметил, в Чувашии сохраняются и создаются все условия для того, чтобы люди могли жить в согласии. Семья, как мы все знаем, я хочу это подчеркнуть, является опорой нашего государства. Семья – это ячейка, основная ячейка нашего общества, где на самом деле проявляются яркие грани человеческих отношений. 64 года живут и воспитывают четверых детей. Молодцы, так держать. Это ярким примером является для всех других семей. Елена Дмитриевна и Владимир Васильевич Некрасовы состоят в браке 64 года. Лидии Семен Долговы почти 50 лет. У каждой пары своя юбилейная цифра. И не важно, какой рубеж они прошли, главное, что они вместе. Мы однажды встретились с мужем и с тех пор не расстались. Воспитали двоих детей, шестерых внуков. 29 июня проводили внуков армии. Я думаю, что достойно отслужат он. В честь фамилии Долговых не позорит. Зал государственных торжеств Чувашской Республики сегодня был озарен особым светом, согрет особым теплом, наполнен удивительными людьми, их взаимным и неразделимым счастьем. А все потому, что здесь собрались создатели мира гармонии. Данифа Тагирова, Александр Петров, Республика. В сельской культуре пристальное внимание. Всего в Республике более 730 сельских учреждений культуры. За 4 года за счет средств республиканского бюджета капитально отремонтировали 130 клубов. Около 240 сегодня требуют ремонта. Канарский сельский дом культуры, где сейчас ведется ремонт, посетил министр культуры по делам национальности архивного дела Республики Вадим Ефимов. Культуру нужно беречь. Также необходимо сохранять дом, в котором чтят традиции, занимаются искусством и творчеством. Канарскому сельскому дому культуру уже больше 20 лет. Крыша течет, побелка сыплется, стены обшарпаны. Все понимают, что работать в таких условиях невозможно. В Канарском культурно-досуговом центре идет капитальный ремонт крыши. В прошлом году, после проходя аварии, эта крыша начала течь. Раньше хотя не текло. И для того, чтобы капитально отремонтировать крышу здания, отопление здания, сельское поселение участвовало в программе по комплексной компактной застройке. Выиграли, заняли первое место. И с республики было выделено 718 тысяч рублей на эти цели. И с бюджета сельского поселения канарского 198 тысяч рублей. Капитальный ремонт здания, обновление кровли, газификация – это лишь часть реконструкции. Клуб нужно оснастить современным световым и звуковым оборудованием, компьютерами. Необходимо продумать планировку краеведческого музея. Цены экспоната и костюмы хранятся в неподобающих условиях. Витрины больше напоминают стеллажи в подсобном помещении. Не нашлось здесь места и для выставки известной собирательницы и исполнительницы народных песен Ираиды Вдовиной. За свою жизнь она собрала и записала более тысячи песен. Кроме того, сама сочиняла и пела. В клубе отремонтируют детский танцевальный зал, большой зрительный зал с общим количеством 300 мест. Как обещают строители, к концу этого месяца дом культуры преобразится до неузнаваемости. Будет ждать жителей села на свои мероприятия. У нас наиболее активно работы по реконструкции и по ремонту этих учреждений культуры проводятся последние 2-3 года. В прошлом году мы капитально отремонтировали и модернизировали 20 учреждений культуры. В этом году предусматриваем 18 информационно-культурных клубных учреждений реконструировать, модернизировать. Данифа Тагерова, Александр Петров, Республика. Сто лет исполнилось со дня рождения чувашского композитора, хорового дирижера, педагога, музыкального и общественного деятеля Филиппа Лукина. Никто из чувашских композиторов не написал столько поистине народных песен, сколько Филипп Миронович. «Чувашский край», «Пою о городе родном», «Счастливая дружба», «Эти песни разные по характеру и жанру», «Мышеобразные и напевные, бодрые и задушевные, близкие к народным напевам». Его песни звучат и по сей день, и трогают сердца не только старшего поколения, но и молодежи. «Поевая дружба» Родина, Россия, любовь к родному краю и его природе, выражение благородных чувств и дум человека – вот основное содержание песен Филиппа Лукина. Он – один из первых выпускников Чувашского музыкально-театрального техникума и один из первых чувашских музыкантов. Получил высшее образование в Московской консерватории в 1942 году. Первые свои песни он написал еще в техникуме, а популярность композитора песенника к Филиппу Лукину пришла с песней молодежи. Она стала поистине народной. Всего им написано 800 песен, 80 из них для детей. 17 сборников издано в Чебоксарах, 12 в Москве. Конечно, это великий праздник и для Чуваши, и, конечно, для нашей семьи. Я его помню как очень отзывчивого, доброго человека, увлеченного своей работой и, в первую очередь, посвященного своей семье. Память о нем будет храниться вечно, и то, что это гордость нашей семьи. Все, кто его знал, в один голос говорят, что Филипп Лукин всегда помогал другим. И неважно, близкие это были или совсем незнакомые люди. Мы жили на Карла Маркса, дом 24. И там строили рядом, прям соседний дом, можно сказать, дома для видных деятелей общественных. И ему предложили квартиру трехкомнатную. Ну, они с бабушкой посидели, посидели, подумали и решили, что, конечно, они проживут и в этой квартире. И отдали квартиру этим многодетной маме. Вот такой вот поступок, ну, наверное, заслуживает уважения. К столетию чувашского композитора выпустили специальную почтовую марку. А в Красноармейском районе, на его малой родине, 2013 год назвали годом Филиппа Лукина. Татьяна Трофимова, Акциона Александрова, Александр Петров, Республика. Национальное телевидение поздравляет всех зрителей с Днем любви и верности. Встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин